ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Пристегивать документы на машину и водительское удостоверение цепочкой или шнуром, таким образом ограничивая сотрудникам ДПС доступ к ним, незаконно. Такое постановление вынес Верховный суд, рассмотрев жалобу автомобилиста, которого наказали за данный проступок. Наказание, кстати, может быть не только в виде штрафа, но и ареста. Высшая судебная инстанция, по сути, напомнила о существовании в ПДД пункта 2.2, где, в частности, говорится, водитель обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки регистрационные документы на данное транспортное средство и водительское удостоверение. ТРАССА СТО ОДИН Совет Федерации готовит законопроект, который позволяет членам гаражно-строительных кооперативов оформлять гаражи в собственность. Для этого понадобятся документ, подтверждающий членство, оплата поевого взноса, техническая документация и бумаги из администрации о статусе земли. Цена вопроса, как ожидается, не превысит 15-20 тысяч рублей. Ветеранам бесплатно. В России стартовали продажи обновленной «Шкода Октавия» в кузовах «Лифтбэк» и «Универсал». Первый стоит минимум 940 тысяч, второй – 1 миллион 207 тысяч рублей. У машины полностью переработали переднюю часть, установили светодиодные фары и решетку радиатора в стиле «Суперб». Двигатели бензиновые, атмосферный, объемом 1,6, мощностью 110 лошадиных сил, турбированный, объемом 1,4, мощностью 150 лошадей и турбированный 1,8, мощностью 180 лошадиных сил. Среди опций – система распознавания пешеходов, ассистент парковки, система помощи при движении с прицепом и так далее. Трасса 101 В Эстонии назвали самого опасного водителя. Им стала пенсионерка по прозвищу «Субарик», а по имени – Валентина. Женщина ездит на старенькой «Субару-Импреза». За последние пять лет, согласно официальным данным, она совершила больше всех аварий в стране. Ежегодно водительница платит за страховку более полутора тысяч евро. Самые любимые ее проделки – не включение указателя поворота, пересечение сплошной, выезд на обочину или навстречку, а также превышение скорости. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания.